Небольшой город Архангелос находится на острове Родос, в 27 километрах от города Родос. Население – около 6 тысяч человек. До Архангелоса легко добраться как на автомобиле, так и на рейсовом автобусе. Возник Архангелос в средние века, то есть по греческим меркам это довольно молодой город. Возможно, что он был основан выходцами из пафоса, так как местный диалект очень похож на кипрский, и используются выражения, характерные для пафоса. В Архангелосе имеется фольклорный музей с небольшой этнографической и исторической экспозицией. Также внимание привлекает высокая красивая колокольня церкви архангелов Михаила и Гавриила, основанная в середине 19 века. Но основная достопримечательность Архангелоса – это крепость рыцарских времен, эпохи, когда Родосом и многими другими островами архипелага владели рыцари-госпитальеры или, как их иначе называют, Иоанниты. Эта эпоха в истории Родоса продолжалась с 1306 по 1522 год. Крепость расположена на каменистом холме высотой немногим более 200 метров, на юго-восточной окраине города. Этот холм часто называют Акрополем, и это название применяется на указателях. Тем не менее, нет никаких доказательств или находок, подтверждающих существование здесь древнего поселения или укреплений. Также нет и фортификации византийского времени. Собственного названия эта крепость не имеет, и называют ее обычно по названию города, крепость Архангелос. Иногда используют название, крепость Святого Иоанна, но это означает только то, что она построена рыцарями Ордена Святого Иоанна. Крепость в плане сильно вытянута, имеет площадь около 3000 квадратных метров и длину стен около 240 метров. Вход с северной стороны. Внутри, рядом со входом, построена церковь Святого Георгия, восстановленная в годы итальянского правления. С другой стороны от входа расположено строение, напоминающее башню, которая являлась усилением надвратного укрепления. По периметру стен башни отсутствуют. На самой высокой точке внутри крепости сохранились фундаменты зданий. Когда была построена крепость точно неизвестно. Первоначальным ядром крепости могла служить сторожевая башня, основание которой сохранилось. Есть достоверное сведение, что в 1457 году крепость была разрушена во время турецкого набега, следовательно к этому времени она уже существовала. Сразу после набега началось восстановление и модернизация крепости, под руководством великого магистра Жака де Миле. После его смерти в 1461 году, эти работы были продолжены следующими великими магистрами, Пьером Дзакоста и Джованни Арсини, гербы которых видны на стене слева от входа в крепость. Герб Арсини изображен также и на западной продольной стене. В 1475 году крепость упоминается в документах как достаточно надежное укрытие для местного населения в случае нападения. Однако уже через четыре года, когда возникла угроза войны, жителям Архангелоса было приказано искать убежище в другой, более мощной крепости Фераклос. В 1503 году произошел новый набег турецкого флота на Архангелос, и крепость была частично разрушена. Надо сказать, что отсутствие башен и необычно тонкие стены, толщина которых не превышает 80 сантиметров, показывает, что крепость предназначалась для защиты от пиратов или при мелких стычках, но не в случае нападения организованной армии. После захвата Родоса турками крепость утратила свое значение и была частично разобрана на строительный материал. В конце 20 века крепость была признана памятником рыцарского периода Родоса, проведены работы по укреплению и частичному восстановлению стен. Вход свободный и бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова